Подробный инструктаж, обязательный досмотр перед тем, как войти в аудиторию. Для родителей, которые решили сдать единый государственный экзамен, полностью воссоздали тот путь, который проходят выпускники. Сотрудники пункта сдачи ЕГЭ рассаживают всех по одному и обязательно рассказывают, как правильно заполнять бланки. В арсенале сдающих две черных гелевых ручки и свои знания. Отличие от настоящего ЕГЭ все же есть. Традиционно на историю у нас отводится более трех часов, три с половиной часа, но мы понимаем, что родители, люди занятые, поэтому мы пойдем по сокращенной программе. Им будет предложено написать работу за час. Работу можно сдать и раньше. Но максимальное время, отведенное для родителей, будет один час. Всероссийская акция сдачи ЕГЭ родителями проходит уже в восьмой раз. Пункты сдачи, а их всего 27, были организованы в каждом муниципальном образовании. Подобная акция – отличная возможность познакомить взрослых с экзаменационным процессом. Это очень важная процедура, потому что если родитель знает, как это происходит изнутри, то все сотрудники пунктов, все люди, которые задействованы в организации ЕГЭ, организаторы в аудитории, несмотря на всю строгость регламентирующих документов, все настроены очень благожелательно, благодушно, все настроены с добротой. И мы в любом случае настроены на то, чтобы все наши дети сдали экзамен. Сдать ЕГЭ приходят родители, чьи дети готовятся сдавать экзамен в этом или в ближайшие годы. Порой взрослые переживают больше, чем школьники, а страх ЕГЭ преследуют задолго до 11 класса. Благодаря акции экзаменуемые могут убедиться, что ничего страшного в проверке знаний нет. И в свое время я ЕГЭ не сдавала, поступала по экзамену в университет. Мне хотелось почувствовать, что чувствует ребенок, когда проходит это испытание. Каким образом устроены сами вопросы, я, конечно, это знала, но столкнуться с ними в реальности – это немножко другое. Когда ты решаешь тренировочный вариант, он абсолютно по-другому воспринимается, нежели когда ты уже здесь и сейчас отвечаешь на эти вопросы. Результаты своих работ родители узнают. Правда, использовать их для поступления в ВУЗ не смогут. Зато точно расскажут своим детям, что не так страшен ЕГЭ, как про него рассказывают. Кстати, в этом году экзамены сдадут почти 3011-классников школ Ульяновска.